Добро пожаловать на канал HardRZ Info. Это телефон Oppo F5 Use. И сейчас я покажу вам как на этом устройстве включить, активировать режим разработчика. Итак, вначале нам нужно перейти в приложение настройки, что мы уже собственно с вами и сделали. Затем нужно спуститься вниз, может не в самый низ, а вот практически вниз. И выбрать пункт о телефоне. Открываем его. И здесь, ребята, внимание, нам нужен пункт номер сборки. И здесь сразу мы видим надпись «Коснитесь 7 раз, чтобы войти в режим разработчика». Касаемся 7 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 раз коснулись, вы находитесь в режиме разработчика. Многие спросят, что же это значит. Ребята, значит, это то, что сейчас, когда вы зайдете в пункт «Дополнительные настройки», здесь вы увидите новый пункт, которого раньше здесь не было. Не было под спецвозможностями. Вы увидите функцию «Режим разработчика». Затем нужно будет, видите, вписать капчу, которая здесь есть, капча. Давайте прочитаем это короткий текст, который здесь написан. Эти опции предназначены только для разработчиков. Они могут вызвать сбои в работе устройства и приложений, а также поломку устройств. При включении этих опций будьте осторожны. Итак, ну мы будем предельно осторожными, даже запредельно осторожными. Поэтому мы вписываем капчу и продолжаем. BRBI, я так понимаю, в моем случае. Да. И все. Я вошел в режим разработчика. Вы можете сделать точно так же. Естественно, у вас будет своя какая-то капча, не та, которая у меня. И, в принципе, вот теперь вы можете конфигурировать ваше устройство так, как нужно. Но, ребята, я вам скажу, тут реально нужно быть осторожным. Конечно же, поломку устройства это не вызовет, но в некоторых случаях, если вы там переборщите с изменениями, там, не знаю, например, PPI. Давайте проверим. Если вы переборщите с изменением параметра PPI, например, тогда придется делать полный сброс устройства, потому что вот, да, минимальная ширина. Да, вы вместо 360, если вы там поставите, не знаю, 400, к примеру, да. Ну, 400 и все нормально будет. Даже если вы 500 поставите, все будет хорошо. Да, оно, скажем так, расширяет экран. И на это ему требуется больше ресурсов. Если вы поставите слишком большой, да, там, в несколько тысяч, телефон просто-напросто заглючит и не включится нормальным образом, его нужно будет сделать полный сброс и только тогда он включится опять. То есть, да, к поломке это не приведет, но к неприятным сбоям, да, может привести. Поэтому модернизируйте телефон с умом. В общем-то, это и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok